Айрок, Машинган Келли, Гарри Стайлз, Тайлер Криэйтор и Антонио Сентена. Что общего у этих пятерых парней? Все мы вложили деньги в компанию по производству мужской косметики. Серьезно, ребята, я особо об этом не рассказывал, но я являюсь первым инвестором в Strix, одной из лидирующих компаний в сегменте мужской косметики. Использую ли я личный их консилер или тонирующий увлажняющий крем? Ответ – нет. На самом деле, лично мне сложно представить себе ситуацию, в которой я бы пользовался косметикой. При этом умный инвестор инвестирует в тренды, а не идет на поводу своих недальновидных взглядов. На самом деле, косметика для мужчин имеет большое будущее. Парни моложе 20 лет не имеют таких заморочек по поводу косметики, которые характерны для нас, парней в 40 и 50 лет. Когда моему сыну было 15, я спросил его о том, как он и его друзья относятся к косметике. И оказалось, что у них нет никаких заморочек. Из-за ТикТока и Инстаграма он такой «Да нет, никаких проблем в этом не вижу». Вообще-то, за последнее десятилетие мне много раз задавали вопросы на эту тему. Изначально я был против, теперь я за. Как вы можете убедиться, я вкладываюсь в то, во что верю. Например, если у вас вскочил большой прыщ, и вы хотите замаскировать его, вам поможет консилер. Так что мой первый прогноз в том, что мужская косметика станет мейнстримом. Вообще-то, предсказывать будущее – глупая затея. Однако это весело. И ребята, если вы согласны, не согласны со мной по-любому из пунктов, пишите свои соображения в комментариях. Мне интересно, какие у вас предсказания о трендах. Мой следующий прогноз – основные производители мужской одежды будут продавать физическую одежду, связанную с метапселенной. То есть, какая-то инновационная компания по производству костюмов или обувная компания собирается продать вам физический предмет одежды, в дополнении к которому, если вы носите очки дополнительной реальности, вы сможете увидеть что-то еще, или, может быть, онлайн вы получите дополнительный скин-бонус, который будет ограничен в наличии. Если вы геймер, вы понимаете, о чем я говорю, когда дело касается скинов. Но для остальных поясню. Скины – это, по сути, внешний вид, который вы можете иметь в конкретной игре, в конкретной вселенной. Как мы можем видеть, дополнительная реальность оказывается немного ближе к нам, и у вас появится доступ к ограниченным тиражам. Я действительно думаю, что производители смогут как-то связать мета-одежду с одеждой физической. Так что да, вы получите физический предмет одежды, а в дополнение бонус, который, может быть, не будет для вас суперценным, но вы сможете, возможно, перепродать его. Эта концепция может быть популярной в сфере аксессуаров. То есть, мы уже знаем, что Facebook сотрудничает с Oakley в производстве очков. Наверняка дело не обойдется без дополнительной реальности. Но представьте себе, что вы смотрите сквозь эти очки и видите парня, у которого из нагрудного платка вырываются искры от фейерверка или что-то вроде этого. По сути, это то, что вы могли бы увидеть только в дополнительной реальности. Многие из вас думают сейчас, ну и какое-то имеет значение. Это же происходит не в реальном мире. Но это связь, примерно как если бы вы носили очень красивые часы и вдруг увидели, что другие люди носят такие же, и вы могли бы установить связь друг с другом. Вы с ними похожи, а люди, которые могут заполучить вещи с ограниченным тиражом, образуют целые кланы. Хорошо, может быть, пока это не очень очевидно, следующий пункт довольно прост. Он заключается в том, что мужчины будут носить костюмы больше для развлечения. Серьезно, у каждого из нас есть спортивный костюм, который уже устарел. То есть, если вы хотите выглядеть как русский мафиози, дерзайте. Но сейчас давайте поговорим о классическом костюме. Я думаю, что мужчины будут их носить, но в более повседневных ситуациях. Допустим, вы начали носить спортивные костюмы, но хотите немного их приукрасить. Или вы такой, знаете, я хочу выглядеть хорошо, но все еще хочу иметь возможность носить футболку и чтобы она сочеталась с кроссовками. Вам не обязательно быть рок-звездой, директором интернет-стартапа, чтобы примерить на себя этот образ. И вы будете себя чувствовать уверенно и комфортно. Мы также сможем увидеть функциональные ткани, это еще один прогноз. Ткань дышит, она создает комфорт и удобство. Такие ткани будут использоваться в пошиве костюмов, и костюмы будут более эластичными, удобными, и вы будете в них отлично выглядеть. Говоря о спортивной одежде для отдыха, думаю, мы увидим, как все больше мужчин будет ее использовать и комбинировать с традиционной мужской одеждой. Спортивные штаны я, например, покупаю в Лулу Лемон, мне они очень нравятся. Я ношу их со спортивными куртками, когда путешествую. И вот что важно, ребята, комфорт будет править балом, и стиль при этом будет на высоте. Десять лет назад мы видели множество компаний стремятся к этому, однако стиль при этом оставлял желать лучшего. В наше время со стилем все в порядке. Корпорация Ministry of Supply произвела на меня большое впечатление. Многие из этих компаний выпускают одежду, которая действительно хорошо выглядит, в которой есть все, что нам нужно. И это прекрасно, что есть бренды, которые задают моду, создают все больше спортивной одежды, одежда, которая связана со спортивным досугом. Такие компании приносят этот стиль в реальную жизнь. Говоря о компании Сьют Саплай, давайте рассмотрим тему будущего индивидуального пошива. Я думаю, что эта тема станет важным компонентом бизнес-модели каждой компании. В прошлом году я проводил рекламную компанию со Сьют Саплай, и именно такие костюмы я должен был рекламировать. Эти костюмы больше не были стандартными. У этих ребят имеется множество вариантов, когда дело доходит до одежды на заказ или по индивидуальным меркам. Были компании, например, Индочина, которые специализировались только на этом. И мне всегда нравилось, что можно зайти и заказать что-то по индивидуальным меркам. Я считаю, что это высочайший уровень роскоши, но мы с вами видели, что на этом специализируется только несколько компаний, потому что снятие всех мерок и все подготовительные этапы требуют времени. Я думаю, что в наши дни такой подход будет применяться в каждой достойной компании по созданию одежды для мужчин. И у покупателей появится возможность согласовать не только размеры посадку, но и стиль, и выбрать разные варианты ткани. У вас будет больше возможностей для выбора, это здорово, когда клиентам предлагают индивидуальный пошив одежды. Мой следующий прогноз на 22-й год. В этом году мужчины осознают силу парфюма. Мы говорим о науке обоняния, о том, как использовать запахи, триггеры, чтобы чувствовать себя более уверенно. Ребята, это то, что я разработал в Mission Fragrances. Честь, мужество, преданность. Это основные ценности, которым, по моему мнению, должен стремиться каждый мужчина в своей жизни. Именно для этого я разработал эти ароматы. Эти запахи, настоящие триггеры. Они помогут вам чувствовать себя увереннее, компетентнее и просто лучше относиться к себе. Для этого мы разработали специальный курс, который научит вас, как подготовить себя, чтобы, когда вы вдыхаете эти ароматы, вы чувствовали себя благороднее, преданнее и смелее. Итак, когда вы находитесь в ситуации, когда вам нужно провести презентацию перед боссом вашего босса, когда вам нужно провести переговоры в зуме, на которых вы не можете облажаться, или вам нужен аромат, который вы можете нанести перед тем, как пойти в спортзал, чтобы он напоминал вам, что вы хотите прийти в лучшую форму. Это то, что мы создали в Mission Fragrances. Если вам это интересно, я оставлю ссылку в описании к сегодняшнему видео. Ребята, это мой любимый проект, сотни мужчин уже заказали себе такие наборы. Количество ограничено, мы выпускаем наборы партиями. Чтобы получить набор, нужно зарегистрироваться по электронной почте, просто введите свой адрес с электронной почты. Я сообщу вам, когда у нас начнется следующий запуск продаж. Ребята, если вас заинтересовало это предложение, набор Mission Fragrances, ароматы-триггеры, проходите по ссылке внизу. Вы окажетесь на сайте missionfragrances.com, где сможете попасть в список ранних пташек. Мой следующий смелый прогноз на 22-й год. Думаю, мужчины будут гордиться умением отремонтировать свою высококачественную одежду, например, рубашку. Они будут гордиться умением пришить пуговицу, обшить пуговицу контрастной нитью, чтобы выделить элемент. Или, например, пара туфель, которую мужчина, конечно, отнес в починку, но догадался купить ботинки с рантом Goodyear или со стежком Блейка, которые можно восстановить. Моя идея заключается в том, что мужчины начнут гордиться тем, что они носят неодноразовую одежду, которую можно надеть и выбрасывать, потому что она буквально разваливается. Они будут гордиться тем, что у них есть эта куртка. Да, в ней есть небольшая дырочка или разрыв. Они могут отдать его на починку в мастерскую или научиться мелкому ремонту самим, чтобы они могли подшить свои рубашки, подправить манжеты. Сделать этот мелкий ремонт самостоятельно, гордиться собственной способностью не зависеть от других, иметь возможность носить одежду, которая им идет, и иметь навыки, которые позволят им это осуществить. А теперь поговорим о цвете. Каждый год, говорят, существует доминирующий цвет. Я думаю, что в целом мужчинам будет более комфортно с цветом. Самое крутое, что я видел за последнее десятилетие, это все те молодые люди, которые увлеклись стилем в раннем возрасте и впоследствии укрепили свой уровень уверенности. Сейчас этим парням по 30 с небольшим. Некоторым из них за 40. И знаете что? Они не потеряли свои навыки. Они могут использовать их, когда их стиль одежды стал более зрелым. И мы увидим на них повседневные костюмы, которые они сочетают с очень яркими рубашками, без галстука. Все это они делают непринужденно, в удовольствие. Как люди, которые не боятся сочетать то, что нравится. Они владеют базовыми навыками шитья и смогут подогнать одежду под особенности своего тела и собрать образ воедино. А теперь давайте поговорим о жилетах. Если бы мне нужно было выбрать один товар, продажи которого в этом году удвоятся, я бы выбрал жилет. Жилеты – это классика. Они невероятно универсальны, особенно если вы выбираете легкие модели. Жилеты могут сделать простой наряд намного лучше. Да, вместо того, чтобы просто носить эту классическую рубашку с этими брюками цвета хаки, добавьте к своему образу жилет. Да, уровень не будет дотягивать до образа со спортивным пиджаком или костюмом, но все будет выглядеть намного лучше, чем просто рубашка с джинсами. И раз уж мы заговорили о спортивных пиджаках, думаю, что их уровень продажи останется высоким, если не возрастет. Вы можете носить пиджаки-свитера или неструктурированные пиджаки. Вспомните ребят, которые становятся более зрелыми. Им нравится хорошо одеваться, а сейчас им за тридцать. Они начинают носить спортивные пиджаки, но они не хотят делать свой образ слишком тяжеловесным. Все эти пиджаки с квадратными плечами. Они хотят чего-то помягче, им нравятся свитера. Они будут дополнять свой образ чем-то мягким и эластичным, а также носить спортивные пиджаки. Им нравятся лацканы, но эти лацканы будут средняки, не слишком узкими и не слишком широкими. Эти парни хотят носить что-то классическое, что также будет удобным. Я думаю, что они будут выбирать классические цвета. Оттенки серого подойдут, потому что отлично сочетаются с любым цветом. Суть в том, что эти ребята будут легко привносить в образ что-то свое, но при этом спортивные пиджаки никуда не денутся. А что по поводу свободной одежды? Думаю, тут произойдут изменения. Все будет не так плохо, как мы могли подумать. Это отличный тренд для одежды в 2022 году. Просто нужно его немного скорректировать. Одежда не должна быть облегающей, но более подогнанной под вашу фигуру. Уровень продаж галстуков останется стабильным, если немного не снизится. Из моды он не уйдет, просто имеет место цикличность. Спрос на другие аксессуары тоже увеличится. Мы говорим о вещах, которые просто выделяют наряд, но позволяют мужчине одеваться относительно повседневно. В моду войдут кольца, в моду войдут запонки, в моду войдут ожерелья, шляпы, солнцезащитные очки. И мужчины поймут, что когда дело доходит до этих аксессуаров, им понадобится несколько вариантов. Эти аксессуары отлично дополняют образ, с ними вы хорошо выглядите. При этом не нужно что-то выдумывать, просто таких аксессуаров лучше иметь в нескольких вариантах. Я только что вспомнил, что какое-то времени носил свое кольцо Оуру. Этот аксессуар мне очень нравится. Я уверен, что умные аксессуары, умная одежда станут важным трендом в 2022 году. Что касается этого кольца, я его заряжал последние шесть дней к ряду. Необходимость заряжать его мне не нравится. Дело в том, что оно измеряет мою температуру, мой пульс, то, как я сплю. Знаете, у Министри Офф Саппла есть куртка, внутри которой находятся обогреватели. Они хорошо регулируют температуру вашего тела и нагревают только тогда, когда вам это необходимо. Я считаю, такие инновации в одежде просто удивительны, и мы увидим больше подобных инноваций в сфере одежды. Дело в том, что они смогут очень быстро определять состояние вашего здоровья. Эй, у вас есть риск сердечного приступа или вам нужно обратиться к врачу, потому что с вашим дыханием что-то происходит. У тебя понизилась температура. Некоторым из вас, ребята, такое не очень понравится, потому что я напускаю на себя тон няни. Вам не нужна такая опека, я думаю, что у людей всегда будет потребность в обычной одежде, которая выполняет свои основные функции. При этом многие люди захотят купить нечто подобное. Лично я считаю, что эти тренды будут в моде, потому что все больше и больше людей хотят иметь такую одежду. Тенденция, которую я не упомянул, и которая, я думаю, сохранится в 2022 году, заключается в том, что Антонио будет продолжать носить синие рубашки. Что я имею в виду? Узнаете, почему я ношу синие рубашки в более чем тысячи видео прямо из этого видео. В нем я объясняю свою логику, почему я в последние десятилетия ношу очень похожие друг на друга рубашки. Ребята, вы можете узнать об этом из видео прямо здесь. Можете проверить. Скоро увидимся.